всем доброго времени суток сегодняшнее видео посвящено ремоделингу есть вот такая вот модель она формате stl но в данный момент это у нас мышь соответственно мы можем все окна переключить shaded view и видеть нашу модель непосредственно как она выглядит то есть как бы стоит задача перемоделить объект если исходить из того что объект у нас находится скажем не в той оси не в том виде нам как минимум для начала нужно спозиционировать его правильно в этом случае я просто выделяю модель беру инструмент поворот и соответственно поворачивая модель на 90 градусов если правой кнопкой нажимать по этому значку мы соответственно получаем четыре отображаемых вида нас получается наша модель все равно расположена неверно то есть вид справа у нас вот такой а вид фронт такой то есть как бы это немножечко никто и в перспективе в виде перспективы нас модель по идее наверное должна быть повернута на 180 градусов то есть я в этом случае просто уделяя модель дам было меня не пользуюсь потому что точка центра выделения может отличаться от центра координат поэтому я лучше использую команду поворот и соответственно устанавливаю 0 поворачиваю на 180 градусов и смотрю теперь у меня получается вот такой вот вид если лицевую сторону переднюю принимать за фронт тогда у нас положение получается правильным а на виде справа у нас но как бы хотелось бы конечно чтобы вид фронт был такого вида как на виде справа то есть поменять по идее можно опять же выбрав инструмент поворот вернуть это на 90 градусов то есть вот таким вот образом ну и соответственно мы получаем наш вид на виде перспективы оставляем это как есть вид фронт оставляем тоже как есть вид райт оставляем тоже как есть нам нужно посмотреть размеры этого объекта то есть как бы у нас юниты стоят в опциях миллиметры точность погрешность стоит 0 и одна тысячная и соответственно вызывая команду анализ bounding box и выбрав output curves мы видим размер то есть по высоте у нас 355 миллиметров по ширине 374 и по глубине 132 то есть такие размеры у нас имеет объект нам теперь желательно проверить точку привязки то есть я в этом случае сделаю такой вот принципе можно установить отображение мыши соответственно чтобы у нас была привязка вертексом чтобы вы видели сетку и установлен привязку к вертексом то есть я просто проведу из самой нижней точки здесь и самой нижней точке здесь то есть у меня будет кривая с помощью которой я построю еще одну кривую но с привязкой по середине и соответственно посмотрю проходит ли она у меня по центру все на проходит значит у меня в этом виде стоит объект правильно то есть теперь мне нужно на виде справа попробовать сделать окружность по трем точкам и соответственно привязавшись к вертексу можно сверху донизу и далее поставить в каком-то месте соответственно эти вертекс и привязаться к нему то есть такая процедура довольно здесь где-то в этом месте соответственно можно ошибиться то есть когда вот такая сетка плотная очень сложно найти то место где есть у нас возможность привязаться из по краю я привязаться пока не могу если двигаться строго по краю я не получится привязаться я привяжусь вот к этой части и соответственно смотрю где у меня центр тут еще как бы существует такая возможность и если предположим вот эта поверхность была бы цельная можно было сделать проекцию кривой но поскольку она не цельная то можно попробовать вот здесь сделать проекцию кривой и посмотреть нашу окружность то есть вот в этом месте нам для этого необходимо без привязки по проекции поставили нету точку и соответственно увидя спереди это нам . нужно только для того чтобы сделать просто нашу линию и соответственно спроецировать вот сюда теперь на виде справа мы снимаем выделение и удаляем все ненужное соответственно . удаляем тоже теперь у нас есть две окружности то есть это наша которую мы создавали и поле линия это та которая у нас идет при проекции то есть получается вот эту кривую мы пока можем удалить снова взять по трем точкам установить проекцию можно в данный момент теперь по энду у нас на каждой точке есть . конца и соответственно по трем точкам с привязкой по энду мы ставим наших то есть она теперь в данном случае скажем так будет точнее и соответственно мы видим немножко расхождение поэтому как мы в этом случае поступим мы просто поле линию немножечко уберем удалим отсюда для этой окружности ведем команду сервисим но я обычно ввожу для того чтобы шел поставить какое-то более-менее адекватное место положим вниз и соответственно выделяю всю модель полностью можно с привязкой по центру теперь выделив эту точку нажать их 6 у меня их 6 это команда мух и соответственно привязаться к точке и центрирование у меня команда f4 то есть установить в 0 то есть вот в принципе настройки горячих клавиш можно у нас установить настройках клавиатуры у меня f1 копия два поворот в 3 это свойство в 4 установка в 0 5 это мира зеркало 6 ну ну и соответственно дальше идут уже определенные как бы под себя под работу control f1 выделить точки control f2 выделить кривые ссылки в 3 выделить поверхности в 4 вы не поле поверхности и control f5 выделить мэш и control f6 bounding box ну то есть как бы удобные клавиши установлены строго под себя скажем так то есть как бы это только лишь мое личное мнение поэтому ну и удобство соответственно у нас получается наша . вот она находится в позиции но вот эта кривая она не не попадает я ее уберу она здесь уже не нужно соответственно вот эти все кривые мы поубираем они нужны и соответственно вот эту окружность тоже то есть не надо было отцентрировать модель я буду теперь ориентироваться от центра от центральной точки то есть соответственно ее мы тоже удаляем она нам данный момент не нужно теперь делаем такую процедуру я себе на этом слое пишу алмэш можно через нижнее подчеркивание чтобы разделять выделяют это и соответственно дублирую слой и объекты то есть у меня теперь получается если верхний слой выключить меня есть второй слой с таким же содержимым дальше будем дробить его на части получается если дополнительный слой какой-то создать то соответственно на этом слой у нас мышь на этом слое точно такой же верхний слой я просто заблокирую блок он мне пока не нужно я сделал для того чтобы потом установить по позиции все таки было дальше у меня есть слой парт то есть этой части соответственно мне необходимо распределить то есть я беру основную часть change object player перемещаю ее на слой и соответственно ставлю слой часть первая и соответственно создаю второй семена и именование именование может быть каким угодно в данном случае здесь нет каких-то претензий особенных следующая часть передвигаю ее на этот слой далее создаю третью часть у меня данный момент это есть это есть на отдельном слое соответственно я выключаю потихонечку основная часть третья дальше соответственно то есть это проект процесс подготовки и распределения по слоям ну и сразу конкретно подписи того что куда я перемещаю то есть здесь в данный момент как бы я буду идти от больших объектов к меньше соответственно соответственно часть 5 я сразу перенесу вот эти два объекта то есть как бы их можно отзеркалить ну и соответственно здесь почти все остальные объекты можно делать зеркальными то есть в принципе вот такие моменты я буду переносить на отдельный слой то есть вот сюда соответственно 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 отключаю слой ну и двигаюсь дальше то есть мне теперь получается необходимо принести следующие части соответственно 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 главное выбор делать перепроверять потому что можно выбрать внести не то но в принципе выбор как бы можно потом поменять неважно то есть эти части мы выключаем далее переносим восьмую часть тоже их выключаем дальше у нас получается будем идти с этой стороны как бы внесем вот эту сюда соответственно перенесем вот эти на этот слой и соответственно вот это перенесем вот сюда я в данный момент пока закроете приложение чтобы они не отвлекались и не мешали дальше получается остались две части то есть выделяем вот это переношу подключаю сразу слой и соответственно последняя то есть вот оно наше распределение по слоям если все это включить то мы теперь можем спокойно работать с каждым слоем отдельно ну и соответственно под каждый слой подстраивать слоев в конечном итоге думаю будет много но мы теперь можем как бы ориентироваться от того что у нас есть то есть я вот эти на данный момент мелкие объекты отключу только единственное я не перенес вот эту часть сюда то есть переношу ее выключаем и соответственно мне необходимо стать на первый уровень на верхней то есть перепроверить еще раз все то есть в принципе я проверяю каждый слой здесь можно делать выделение объекта то есть смотрю дальше нужно перепроверить может быть я где-то и ошибся при переносе такой вариант возможен то есть желательно как бы для себя какие-то моменты перепроверить то есть вот у меня есть слой получается третий соответственно второй значит у меня один слой пустой но я переименовывать части не буду особенно они в процессе построения я думаю все это как бы подправиться то есть у нас есть вот такой момент первая деталь наша нам для начала необходимо хотя бы посмотреть с чего она состоит как она сделана и что что в итоге получится то есть здесь у нас как бы это первая наша основа ну соответственно если основа у нас есть значит приступаем к ее изготовлению скажем так то есть на виде справа я просто беру окружность у меня стоит привязка project и vertex project стоит у меня для того чтобы у меня создаваемая окружность была строго в плоскости конструкционной то есть вот в этой xy и соответственно беру окружность в принципе можно сразу же привязываться к нулю нужно даже и соответственно мне необходимо найти самую нижнюю первую точку но это обычно отображение и плюс здесь немножечко модель просто как бы надо показывать то есть кривая у меня есть на виде фронт вот такие моменты происходят то есть как бы ну довольно интересные поэтому окружность соответственно можно либо по вот этой точке ставить либо по самой внешней но я поставлю по внешней потому что претензий особых нет поэтому я поставлю по внешней ну и соответственно по кваду часто приходится перед отключать то есть отключая привязки перепроверяю шов окружности соответственно делаю внутренний точно такой же только здесь там у нас вырез есть ну и соответственно включим привязку по вертиксу и привяжемся вот к этой части команды можно повторять отсюда по правой кнопке то есть никаких проблем соответственно нет у нас есть две наши окружности то есть control f2 являет сразу две и соответственно на виде фронт через команду solid extrude planar curve с опцией бокс сайт обе стороны соответственно с привязкой по вертиксу мы устанавливаем наши размеры то есть вот наш наша совмещенная деталь и совмещенный наш объект экструдированный соответственно опять же на виде фронт с привязкой по вертиксу я создаю кривую и соответственно делаю зеркало то есть копируем по f5 выбираю нашу экструдированный наш экструдированный объект и соответственно команду split реже его на три части то есть вот он отрезан на три разреза на три части здесь данном случае получается у нас какая ситуация мяч встретить свой отключен то есть вот здесь можно теперь все это разбивать на то что нам как бы необходимо то есть в данном случае я напишу вот так парк crv то есть сюда я перенесу все кривые которые я здесь использовал на этот слой только единственное нужно указывать какому слою принадлежит принадлежат эти кривые чтобы потом и соответственно поменяя их цвет то есть их теперь видно ну нежелательно ставить самый яркий цвет то есть немножечко лучше делать его таким приглушенным то есть получается у меня теперь для создания вот этой вот болванки скажем так кривые будут лежать на отдельном слое то есть я их все выделяю и соответственно переместив сюда получаю их на отдельном слое то есть я могу их теперь выключить и теперь если нажать ctrl f3 и f4 то есть это поверхность и поле поверхность я могу создать слой который назову пускай будет srf все вместе то есть поверхности перенести их сюда семья теперь вот эти поверхности имеют отношение к этому слою и соответственно мышь у меня здесь кстати можно добавить мышь все будет раздельно и все видно что это относится все к одному слою то есть на одном я буду видеть какие кривые использовал на другом я буду видеть как какие поверхности на третьем и соответственно если я сейчас переключусь вот сюда перейду на вид райт и соответственно мне необходимо теперь сделать вот эти прорези в данный момент надо создать просто окружности в принципе вариант у нас создание этих окружности это по привязке по трем точкам то есть соответственно ставим три точки здесь по правой кнопке повторяем наши операции как бы то что немножко врина подкупает это то что можно все делать только правой левой кнопкой соответственно привязываясь вот этим вертексом и получая окружности по трем точкам то есть вот они есть они на слое перв то есть теперь получается удобно вскрыть мэш и соответственно опять же можно в списке команд сервисим находить можно писать можно зашить на горячей клавиши теперь получается вот такая у меня необходимость я не знаю у меня одинаковые лира радиусы у этих окружностей я беру первую и соответственно можно сделать такой вариант то есть создать дополнительный слой временно вот эти три переместить сюда дать им другой цвет предположим вот такой а вот эту оставшись на этом слое просто скопировать с привязкой по центру раз два три и соответственно 4 то есть она там немножечко получается идет по окружности и соответственно вот этот слой темповый просто скрыть туда можно сбрасывать ненужные соответственно вещи теперь получается мне нужно снова открыть мэш и выбрать polar array то есть круговой массив установить в ноль точку посмотреть сколько здесь частей то есть раз два три 4 5 6 7 8 9 то есть установить 9 по кругу вот мои кривые окружности то есть вот все на отдельном слое лежи соответственно дальше здесь есть вот эти вот части отделенные то есть опять же берем по трем точкам соответственно привязываемся сюда смотрим я всегда верну стараюсь менять шов потому что иногда там как бы при работе возникать могут проблемы разные соответственно у нас есть окружность вот она далее берем set curve команду и ставим true point то есть через точку куда куда точку поставим там она и будет здесь я насколько понимаю 5 миллиметров должно быть то есть ставим 5 и соответственно ставим то есть у нас теперь получилось две окружности далее их выделяем делаем сплит сплит мы делаем чем мы делаем этой окружностью и этой окружностью и проверяем то есть отрезалась значит у нас окружность окружности находится в конструкционной плоскости они никуда не смещены у нас все отрезалось далее у нас теперь вот эти наши кривые желательно сделать такую операцию то есть взять вот эту окружность и вот эту их скопировать и вот эти выделенные залочить чтобы они чтобы они остались но теперь вставить новые и выбрать команду сплит и отрезать куски то есть нам нужно было сделать такую операцию и соответственно выделяем делаем join открываем наш мэш разлучиваем вот эти залоченные кривые unlock и нажимаем escape чтобы у нас не отражались контрольные точки кому-то это мешает но в настройках можно исправить мне это не мешает как бы я в принципе вижу структуру точек соответственно включаем мэш выбираем наш полар арей ставим 0 я не знаю какое количество там вот этих полос соответственно положу 10 нажимаю 10 нажимаю enter у меня появляется предварительный вариант то есть соответственно выбираю 20 тоже мало выбирают 30 почти ну там скорее всего 36 то есть вот 36 копий вот они у нас есть соответственно выключаем мэш и получаем вот такую ситуацию у нас получается как бы желательно это все делать в группы я пока вот эти залочу ну и соответственно можно залочить вот эти все вы теперь у нас получается как бы желательно сделать выделение вот этих то есть я зажатым контролом делаю выделение если что-то попадает ну соответственно снимаю выделение как бы мне сейчас нужно сделать выделение вот этих окружностей то есть вот мы их выделили и чтобы они нам особенно не мешали мы их сразу в группу то есть теперь при выделение у меня выделяется все и соответственно выделяем оставшиеся и тоже в группу то есть чтобы было удобно теперь делаем онлок открываем наши поверхности вот они у нас вот эту часть удаляем и вот эту часть удаляем далее я пока перейду на этот слой выключу кривые и соответственно у меня вот такой вариант получается то есть как бы мне необходимо закрыть вот эти вот поверхности то есть я делаю убираю команду surface from planner curve и соответственно применяю ее второй раз то есть вот таким образом и теперь выделяю эту эти части делают joint то есть вот у нас наша болванка готова все на есть здесь в этом случае у нас как бы вот это место вот здесь в этом месте у нас могут возникнуть потом дальше проблемы поэтому мы открываем где мы какого плана то есть у нас линия заходит прям вот сюда нам придется на какое-то количество градусов повернуть либо наши кривые либо повернуть наши поверхности на видео справа смотрим вот в этом месте идет стыковка то есть это может нам немножечко скажем повредить по итогу поэтому я выделяю вот эту группу выделяю вот эту группу соответственно там у нас как бы все стоит в нуле то есть через гамбл я получается минус мы попробуем 5 то есть как раз вот и вышло мы ушли от шва то есть вот здесь шоу и вот здесь шоу и и теперь соответственно в данном случае что мы будем делать у нас есть мышь наш можно и его повернуть то есть он у нас от центрирован и мы его поворачиваем тоже на минус 5 чтобы все совпало то есть мы немножечко сделать такой поворот можно потом все это вернуть назад ну соответственно мы получаем такую ситуацию то есть нам теперь необходимо вот эту группу то есть я мышь на данный момент отключаем перехожу в этот вид команда x труд планер керр solid опция both sides в обе стороны и соответственно делаю вот такой набор выделяю одну часть соответственно выделяю вторую там кривые могут выделяться но в этом ничего страшного нет как бы выбрал эти части соответственно применяю к ним команду буллин дифференс то есть я из этой части вычитаю наши экструдированные объекты этот вариант у меня готов дальше беру вот эту часть и на видео фронт соответственно делаю solid то есть повторяю операцию но только здесь у меня как бы руки развязываю то есть я могу в любой точке остановиться не обязательно вот прям здесь ну то есть я немножечко их загоню там внутрь наших объектов и соответственно выключу кривые то есть у меня вот получилось вот такая заготовка ну и соответственно я ее выделяю и делаю буллин юнион и соответственно проверяю то есть что у меня получается вот он нашел он сместился как раз то что нам и нужно было то есть все вроде как отлично соответственно беру этот объект перехожу сюда могу детали посмотреть могу нажать эту кнопочку то есть если будут ошибки здесь будет написано мне что и как на данный момент пока их нет включаем наш мэш и смотрим здесь у нас есть скругление пока их оставим в покое они нам на данный момент не нужны здесь у нас есть так называемый чем хир то есть получается я не знаю какого он размера на данный момент я возьму и попробую сделать со стандартной опции 1 то есть получается мало поставим полтора и соответственно выделю то есть вот он полтора наш чем фир ну и соответственно если откатиться назад и выключить мышь то можно на виде справа вернее на видео фронт но не будет непонятно можно получается щелкать полностью все вот эти моменты но можно выделить один перейти на вид фронт и соответственно вот так попробовать протянуть он конечно выделит и дополнительные но в принципе легче просто две штуки снять чем сидеть щелкать полностью все и выполнить операцию то есть вот она у нас случилось проверяем на другой стороне то же самое или нет ну соответственно то же самое то есть выключаем снова мышь делаем чем фиридж если промокнулись выделяем поближе и соответственно то же самое то же самое только выделим не применяем команду то есть снимаем выделение и применяем то есть вот у нас в данный момент получается вот такая наша болванка то есть открываем мэш и смотрим у нас вот тут в этом месте желательно сделать вырез то есть я включаю кривые отключаю поверхность свой с поверхностями и соответственно на вот этом виде особенно делать меня здесь ничего не придется в каком плане в том плане что у меня есть уже готовая окружность мне надо просто взять команду offset поставить пока true point и посмотреть насколько будет то есть получается где-то 7 и 6 я поставлю 7 и 5 соответственно получаю вторую окружность и теперь желательно ее сместить к тому моменту где у нас могут располагается вот эта часть мне надо ее подвинуть вот эту окружность мне нужно подвинуть и соответственно что я в этом случае предпринимаю то есть мне нужно снять project взять точку поставить где-то на каком-то какой-то части какой-то части привязавшись к вертексу выделить эту точку идти в вид фронт и соответственно можно скрыть мэш вот она наша точка то есть мне вот эту получается окружность ну-ка еще раз нужно переместить вот к этой окружности то есть я выбираю инструменты line убираю write и привязываясь например по кваду предположим либо по центру либо по энду ну то есть какая привязка сработает кто то есть вот у нас работало и теперь самый простой вариант у нас есть это окружность мы соответственно делаем solid отключаем both sides ну делаем такой неважно как бы открываем наши поверхности поверхности выделяем нашу детали можем сразу сразу как бы перенести сюда этот объект подключить кривые но чтобы нам ничего не мешало и соответственно выделяем эту часть и из этой части вырезаем эту часть и получаем вот такой вот момент то есть как бы у нас все идет своим чередом у нас есть вот этот слой можно даже сделать вот так и соответственно вот эта часть здесь тоже пустой слой то есть это получается пустой слой я подпишу ее 01 и вот эти все слои вот эти перемещу сюда и соответственно перехожу на слой мэш открываю его и смотрю у меня здесь вот эти есть скругление соответственно можно попробовать команду выполнить марш волку планар фейс но она здесь не сработает не получится если в данном случае я буду делать предположим бленды вот в этих частях то есть мы поставим например 5 на 5 это много поставим два с половиной пускай будет то есть у меня произойдет вот такая ситуация соответственно если я сделаю здесь здесь мне придется в два раза меньше делать у меня будет вот такая ситуация тут возникает вопрос ну стоит ли это делать или не стоит то есть нужно это или не нужно как бы если придерживаться точно модели то по идее наверное это нужно если особенно не придерживаться модели то можно как бы оставлять это так но в данном случае у меня теперь остаются вот еще вот в этих местах получается филет я не знаю какая там окружность то есть соответственно можно взять окружность по трем точкам попробовать привязаться к вертексам и соответственно либо диаметр либо радиус то есть 0 5 диаметр 1 радиус 0 5 ну тогда в этом случае нам как бы все намного проще то есть мы ставим 0 5 и соответственно включаем смотрим превьюшку вот она как раз получается точно совпадает то есть выключаем еще раз смеш вот у нас наши 0 5 я использую всегда blend то есть не филет а blend то есть соответственно внешне мы сделали делаем эту часть делаем эту часть в данном случае вот эти ребра у нас ни на что не влияют то есть не внутренние не внешне они ни на что не влияют модель конечно утяжелиться потому что желательно конечно сделать еще вот в этих частях то есть но я обычно это делаю делаю потому что потому что когда предположим я буду делать вот так то есть я буду выделять это все и спускаться вниз то есть я всегда делаю скругление в любом случае как бы мне особенно не важно что модель утяжелиться я эту модель делаю под рендер не под печать то есть как бы там у меня уже другие потребности соответственно я вот эти моменты сглаживаю можно их оставлять ну можно соответственно делать меньше ну предположим здесь стоит 0 5 ну оставим их так соответственно на этой стороне тот же самый вариант то есть я их все выделяю и получаю результат то есть смотрим то есть мы получили вот такой вот результат да у нас единственное что как бы меня в этом случае смущает ну то есть стоит ли это делать или не стоит кстати внутренние тоже придется за сшивать закрывать потому что как бы если делать предположим на рендере такой ну по-настоящему хороший кадр с близкого расстояния то есть соответственно мы получим ну такой вариант когда все будет видно и вот эти вот части они будут видны на рендере они будут угловатые ну у нас в реальном мире ничего такого угловатого нет кроме колюча режущих предметов то есть ножей там осколков стекла чего-то такого соответственно желательно скруглять вот эти вот ребра потому что почему на рендере предположим как бы это все выглядит не очень хорошо потому что ребра грубые рубленые то есть в этом случае мы на рендере видим как раз вот эти угловатости которых в жизни нет и нам сразу мозг наш считывает эту информацию и сразу указывает на то что как бы это не является естественным чем-то то соответственно выделяем вот эти все ну да это конечно процедура такая довольно долгая то есть у меня в данном случае не удалось выделить это все одним атом потому что есть дополнительные объекты которые входят в зону выделения поэтому как бы в этом случае я просто делаю выделение такое как как получается то есть я просто прощелкивают эти варианты и соответственно по итогу будет полностью выделены все вот эти вот объекты то есть все ребра которые я хочу скруглить опять же в данном случае в принципе врина такая хорошая возможность что после вот этого выделения существует возможность если я предположим установил большой радиус существует возможность при следующей команде выбрать previous selection опцию и соответственно получить возможность исправить то есть у меня в данный момент вот такая ситуация можно включить превью то есть внутренние в принципе я могу и на единицу могу и на 05 то есть поставить с этого 05 как в предыдущем случае ну и соответственно применить то есть как бы внутренние проверять конечно будет долго можно может быть я где-то мог ошибиться но в принципе как бы возможности это проверить ошибся или не ошибся нет то есть в данном случае как бы если где-то получится заметить то соответственно я это исправлю теперь у меня в этом в этом варианте получается возможность как бы не известно что делать с этим моментом то есть стоит ли его исправлять или не стоит исправлять в каком плане то есть исправлять получается стоит ли делать вот такие вещи единственное только предположим поставить 2 то есть вот такую вещь стоит ли сделать или нет то что если ее стоит сделать тогда у нас получается придется все их делать так чтобы они такими были потом отрывать вот эту плоскость и соответственно перестраивать то есть здесь как раз вопрос такого плана но для данной части то есть я пока оставлю так мне в принципе конечно есть желание вот эти части например попробовать посмотреть что получится если их все-таки делать такими то есть если команду применю да то мне придется все это снова перестраивать то есть соответственно искать возможность как вот эти места исправить потому что это неверно ну то есть в данный момент я пока вот эту часть оставлю то есть первая часть у меня в таком виде она готова фактически то есть мышь получается совпадает только единственное вот в этом случае как раз к чему проверять вот она проверка то есть у меня здесь выходит нет кривой все окружности и мне надо ее соответственно каким-то образом сделать то есть это все пока выключаем соответственно вот это золочу и меняю ну-ка то есть мне надо сделать свап то есть золочить все что мне не нужно и оставить то что нужно и соответственно разгруппирую пока эти окружности выделю одно соответственно возьму круговой массив то есть как бы еще раз то есть как бы вот такие они недосмотры но там у нас было 9 вариантов насколько я помню то есть вот они соответственно здесь дубликаты есть проверим команду сработает дубликаты сработало и удаляем их то есть и теперь у меня вот нужно только вот это то есть получается мне надо открыть поверхности соответственно сделать только с этой процедуру выделить объект и соответственно удалить экструдированный объект ну сделать вычитание и соответственно взять наш чамфер с этой стороны у нас полтора таки осталось то есть там уже значение зашито то есть здесь тоже осталось ну и соответственно если брать blend 05 который у нас был то в итоге мы получаем выделение всех наших ребер то есть соответственно это получается такой вариант как бы я ошибся где-то не досмотрел недосмотр и предположим тот же самый меш мне позволил выявить ошибку которую я просто напросто исправляю и соответственно теперь вот эти все окружности я собираю в группу то есть я собираю их и открываю поверхности выключаю группу с кривыми окружностями то есть вот наша баланка готова как бы мы теперь ее можем на любом из видов сравнивать но опять же такая оговорка вот эти части я пока не делаю не трогаю вот эти части я пока тоже не делаю не трогаю все равно придется скруглять но на данный момент как бы для этой части я их оставлю такими какие они есть то есть первая часть парт 0 1 у меня вот готовы то есть у меня здесь есть мышь есть кривые есть поверхность есть тем временно то есть получается я могу вот эти слои просто сдублировать сами слои и теперь вот этот вот эти все слои выделив их с контролом в принципе по контролу конечно не получится то есть мне нужно опустить их в парт 2 то есть вот сюда то есть можно в принципе взять вот так и потянуть сюда все и соответственно переименовать то есть указать что это теперь эти слои имеют отношение к части 2 то есть в принципе как бы да это все долго но по итогу это все распределено на слои плюс это вырабатывает какую-то систему как минимум распределение и вырабатывает скажем так правильное построение соответственно у нас получается для вот этой части ну то есть она у нас есть да теперь мы поднимаем мышь сюда дальше нас кривые ну то есть нам один слой только надо передвинуть и теперь вот выделим вот этот объект мы переносим вот сюда то есть как бы все то что нам было необходимо то есть это мы часть можем либо залочить либо свернуть либо отключить соответственно будет в следующем видео часть для вот этой заготовки для этого объекта и